Гибридный тягач КАМАЗ Континент и суперкабина водителя. Заходите на сайт ismotor.ru и читайте текстовые версии выпусков. Ссылка на сайт будет в описании. В КАМАЗе состоялась презентация прототипа тягача нового поколения. Машина с названием Континент оснащена суперкабиной и высоким уровнем комфорта, где есть все удобства для водителя, а также большой сенсорный экран. Континент построен на модернизированном шасси тягача пятого поколения К5 КАМАЗ 54901. Силовая установка оснащена электродвигателем, который помогает экономить топливо уже знакомому турбодизелю. Характеристики пока не раскрываются. Известно лишь то, что новый грузовик сможет экономить до 17% топлива. В отличие от обычного КАМАЗа, на сотню он расходует меньше 25 литров. КАМАЗ будущего оснащён различной светотехникой. Подсвечиваются также эмблема и радиаторная решётка. Отсутствуют боковые зеркала. На их месте стоят пылевлагозащитные камеры. В салоне нового КАМАЗа установлен сенсорный экран размером 15,5 дюймов, с помощью которого можно управлять мультимедиа и бортовым компьютером. Панель приборов электронная, а в рулевое колесо адаптирован планшет. Есть экраны по краям кабины, которые выполняют функцию камер заднего вида. В салоне будет удобно только одному водителю. Бытовую жизнь дальнобойщику в пути облегчают холодильник, микроволновая печь, мультиварка и умывальник. Также есть ниши для вещей и сейф с кодовым замком. Для сна тут предусмотрена кровать шириной 900 мм. На крыше установлены пласты солнечных батарей, которые подпитывают электронику опто. За руль с похмелья не сядешь. В салоне установлен алкотестер, который блокирует работу всей машины при алкогольном опьянении. За качество отдыха будут следить камеры с системой оценки состояния водителя. Новый КАМАЗ будет оснащен системами упрощения езды и автопилотом третьего уровня. В честь 50-летия Камского автозавода состоялась данная презентация, на которую также был приглашен Владимир Путин. Данный проект КАМАЗа находится в разработке уже более 5 лет. Континент будет выпускаться под индексом 54907. На конвейер машину планируют поставить в 2024-2025 году.